МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начало 80-х, Москва. Государственный дом, радиовещание и звукозаписи. Именно здесь рождалась музыка, которая потом попадала на телевидение и делала исполнителей настоящими звёздами. Силантьев был дирижёром, а я записывал песню «Здравствуй, Москва». И вдруг стоит какой-то такой лохматый дядечка. Я говорю, Юрий Васильевич, а кто это такой неопрятный? Он говорит, это Димочка, эстрадный певец. Он очень хороший певец, очень талантливый. И поверь мне, он будет очень известный человек. Живи земля, живи земля, живи земля. Собственно, это был, это, говорит, его первая занясть. На госфера. Этим лохматым дядечкой был Валерий Леонтьев. Больше десяти лет он скитался по провинциальным филармониям, пытаясь попасть в святая святых, на центральное телевидение, в главную редакцию музыкальных программ. Сложнейшая задача. Тогда существовало слово «телевизионный артист» или «нетелевизионный». И вот, чтобы стать телевизионным артистом, должно было случиться что-то невероятное. Вот мы просто считали, что ты попадешь на экран, это все, это у тебя касса. И ты востребован во всех городах, аншлаги, по три концерта в день и так далее, и так далее. Стадионы, разумеется. Я купил себе куртку красную, кожаную, как у Майкла Джексона. Если вы помните, у меня красная. Вот абсолютно эта куртка из Америки привезли с этими молниями. Все за 600 рублей. Мама получала 120. Учительница русского языка и литературы. Добрый вечер, дорогие любители песни, уважаемые зрители и телезрители. Юрочка, вы что же, почту не читайте, ей-богу. Новый год должен быть Новым годом. Саша, споткайте одну минутку. Одну минутку. Одну ночь, пожалуйста. Все надо дольше. Утро заканчивается. Где? У нас в павильоне. Михаил Михайлович, утро – это вещь очень условная. На Чукотке сейчас плюс 10. Это был «Бетквартет. Секрет» победителей ринга 87. И сейчас, сейчас мы узнаем имя победителя, первого победителя ринга 88. Посмотрите на шкалу успеха. «Голубой огонек», «Песни года», «Утренняя почта», «Музыкальный ринг» – эти названия в программе передач непременно обводили красным карандашом. Громоздкие рекорды, темпы и рубины собирали вокруг себя целые семьи, друзей, соседей. А уж если выход музыкальной передач совпал с застольем, это просто праздник. В эфире Владивосток. Здравствуйте, дорогие товарищи. Москва. Открой иллюминаторы, включи мерцающий экран, и от Чукотки до экватора к тебе покатит океан. «Телевидение» – это слово завораживало советского человека еще с конца 40-х, когда на редких в те годы крошечных телевизорах КВН с помощью увеличительной линзы зрители могли увидеть чудо. Мы, старшие поколения, мы очень трепетно относились к телевидению, потому что думали, что это эталон. А еще тетки в деревне говорили, айрозы в деревне говорили, туда не попадешь. Это вообще, это как слетать в космос. Примерно то же самое было. Вот с таким ощущением люди относились к телевидению. Контролировал телеискусство Государственный комитет СССР по радиовещанию и телевидению. Вскоре в этом названии радио и телевидение поменялись местами. Появилась легендарная гостелерадио. Монополист, который решал все. Республиканские были структуры такая. Гостелерадио, центральное телевидение. Союзные республики имели свое телевидение. Оно тоже подчинялось гостелерадио. Потом шли такие крупные студии, как любимая моя Свердловская студия телевидения, Свердловская телевидение региональная. А потом совсем маленькие шли по категориям. Они все финансировались только от гостелерадио. 1957 год. На улицах Москвы сотни иностранцев, непривычные советским гражданам лица, Незнакомые звуки, удивительные мелодии. На Всемирном фестивале молодежи и студентов было много музыки. Джаз, рок-н-ролл, румба. А на телевидении множество музыкальных программ. Именно тогда и появилась новая полноценная музыкальная редакция. В ее составе было всего 22 человека. Каждая минута на учете и у наших коллег, работников Центрального телевидения. Совсем немного времени остается до премьеры новогоднего голубого огонька. Эти звездные застолья поначалу так и назывались – телевизионное кафе. Потом «На огонек» и, наконец, «Голубой огонек». Так обыграли голубоватое свечение новинки тех лет – телевизора «Рекорд». С 1962 года пламя зажигали на все значимые праздники. 8 марта – годовщина революции, 1 май. И только новогодний огонек стал легендой музыкального ТВ. Причем выходил он в прямом эфире. «Голубой огонек» смотрела вся страна. Это был высококачественный продукт, который создавался также при помощи художественного совета. Тогда же на телевидении открылся музыкальный киоск с Элеонорой Беляевой, как приложение к огоньку. Ведущая рассказывала о новинках грамзаписи и новости из мира музыки. Музыкальный киоск замечательный, который я обожала. По-моему, с пятого класса я его смотрела с удовольствием. Элеонору Беляеву для меня был такой... О, просто отрада души. Сотрудники музыкальной редакции старались не только развлекать, но и просвещать. Регулярно показывали классические концерты, оперы. И при этом не забывали про модную музыку из-за рубежа. Правда, большей частью из стран социалистического блока. Друзья, в нашем сегодняшнем концерте принимают участие певцы из социалистических стран. И вот сейчас подошло время, когда на связь к нам выходит столица Германской демократической республики, город Берлин. Просветительство – это концепция советского государства с самых начальных лет его существования. Потому что при образовании нового советского государства три четверти населения нашей страны не умели ни читать, ни писать. В 30-е годы сложилась такая структура, когда музыкант – это звучало города. Сейчас спортсмен, да, вот на них делается акцент. Это, так сказать, символ нации. А тогда музыкант. И сегодня Ленинградский телецентр посылает в эфир свои цветные передачи. 1 октября 1967 года в витринах больших универмагов Москвы были установлены цветные телевизоры. Перед ними толпились удивленные зрители, вглядываясь в радужную программу. Дома ни у кого не было цветных приемников. День открытия цветного телевидения получил название «Радуга, зажгись». Премьеру новой музыкальной передачи «Песню года» многие увидели уже в цвете. А сама программа превратилась в светское шоу для советских людей. С нами, с музыкальной редакцией работали определенные операторы. И, пожалуй, самые лучшие операторы. Потому что все-таки вещание художественное, оно должно быть, наверное, более красивым. Техники не жалели, и денег не жалели. Для «Огоньков» это вообще была «Зеленая улица». Обязательно делали оформление для «Огоньков», для «Песни года». Это две были такие центральные программы эстрадного отдела и вообще музыкальной редакции. В то время не было СМС, зато была советская почта. И каждый день она исправно доставляла в Останкино и на Шаболовку тысячи писем. С их помощью отбирали артистов сначала для «Голубых», «Огоньков», потом на «Песню года». Такой вот рейтинг по-советски. Что за шарфик сегодня на Светлане Моргуновой? Какая укладка у Валентины Леонтьевой? И когда, наконец, поженятся Александр Масляков и Светлана Жильцова? Телеведущие музыкальных программ, сейчас их назвали бы шоу, стали одними из самых обсуждаемых персон в стране. Уважаемые товарищи, в сегодняшней праздничной концертной программе мне поручено представлять вам молодых. Масляков, о, там все взбегались, все смотрели. Но когда приезжал Леонтьева, то уже к трапу подавали машину с мигалкой. И потом привозили уже в номер, а в номере уже полный холодильник всего. Они должны быть, человек в моей профессии должен обязательно быть не только известен, его показывают, но он должен обязательно быть любимый, его зритель должен принять как своего родного. Дикторы – фасад центрального телевидения. Но за кадром оставалось множество сотрудников, которые и создавали знаменитые передачи. Писали тексты, снимали на пленку, обеспечивали эфир. Вопрос кадров – это очень важный вопрос. И радио, а потом уже и телевидение в 30-е годы, они начинались с профессоров Московского университета, с профессоров консерватории, с музыкальных критиков, которые известны были на всю страну. И они создавали концепцию, общую концепцию развития и радио, и телевидения. Так это и сталинская еще реплика кадры решает все. И музыкальное радио, и телевидение в советские времена – это, я бы сказала, престижные, очень высокостоящие в уровне, оценочном уровне социума, профессии. Был главное лицо – редактор и режиссер. Они, если в кино главное лицо – режиссер, потому что он определяет весь фильм, то в телевидении, может быть, наоборот. Редактор в некоторых программах играет главе в стоящей роли. Всем заправляли, конечно, редакторы, люди, которых все боялись, люди, которых все знали, люди, перед которыми многие артисты присмыкались, потому что это был единственный человек, который мог каким-то образом открыть калитку вот в этот телевизионный мир. Дружба с редактором – последнее испытание перед тем, как попасть под свет телевизионных софитов. Сначала артисты проходили долгий карьерный путь, и в СССР были свои особенности. Для того, чтобы попасть на экран, во-первых, нужно, самое главное, обязательно привлечь очень известного композитора. Для того, чтобы заявить о себе, это надо чью-то песню, именно такую, чтобы народ не только запел, а уважительно отнесся к авторам. Нас пригласили все-таки в новогодний огонек, потому что песня-то была Богословского, на стихе Родионова, песенка старого извозчика. Вот только так мы как бы со скрипом вошли в этот голубой огонек. Песни собственного сочинения не принято было исполнять, особенно если ты не состоишь в профильной организации. Вот я написал песню, очень хорошую песню. Ну, простите, мы не можем вам, потому что у вас показать на телеэкране, вы не член Союза композиторов. Тем более, если вы еще слова написали, вы должны быть еще и членом Союза писателей. Игорь Соруханов целый год писал пластинку «Зеленые глаза», но худсовет ее безжалостно зарубил. Я очень сильно переживал, нервничал. Даже мама как-то сказала, что с тобой на тебе лица нет. Потому что я не член Союза писателей и не член Союза композиторов. Говорит, какая ерунда, стань им. Стань и реди мои руки и садись кушать. И меня везде спрашивали, а зачем мы там пришли, у вас все есть, зачем? Я говорю, да я маме обещал, вот такая была ситуация. Но если вы меня примете, я возьму, я уже давно член Союза писателей с 2000 года, если вы меня примете в Союза композиторов, я возьму два этих удостоверения, приду на могилу к маме, возьму бутылку водки и скажу, мама, я выполню обещание. Советские граждане обладали невероятной смекалкой. Не брали телевидение приступом. Находили обходные пути. Вход в этот клуб для меня был только одним способом. Возможен это через телевизионные фестивали. И в то время мне удалось стать лауреатом двух телевизионных фестивалей, каждый из которых был транслируем на государственном телевидении. И с той поры, как только я там побывал, я как-то почувствовал, мне никто этого не говорил, но я почувствовал изменение отношения к себе. Слухи о безжалостной цензуре на советском телевидении преувеличены. Но без сомнения были и свои правила. Вы сейчас улыбнетесь, но редактора вообще внимательно на нас смотрели. Так, волосы убрать за уши. Потому что уши тормчали. Вот такой дресс-код, или не знаю, как он назывался. Обязательно никаких блестящих костюмов, скромной рубашки. Единственное, нам позволяли русские народные костюмы делать. Телевидение – это такая большая линза, сквозь которую на тебя смотрела вся страна. Поэтому ты принимал, что тебе нельзя расслабиться. Что ты должен подавать пример. Вот мне об этом никто не говорил. Но я понимал прекрасно, что если меня показывают по телевидению, если меня слушают, слушает вся страна, то я должен вести себя, ну, по крайней мере, прилично. Долгое время техника была примитивная. Громоздкие камеры, которые невозможно было развернуть, микрофоны на журавлях. Потому так долго держали крупный или общий план. И не успевали за резкими движениями артистов. Мы как солдаты должны были стоять, не двигаться около микрофона. Тем более, ну, у нас жанр такой. Вот в отличие сейчас рок-группы, один бегает, как кузнечик по сцене, мечется с радиомикрофоном, остальные играют. А локальные инструментальные – это пошло от Битлз. В начале мне не нравилось, что говорили, не надо двигаться, двигаться нельзя. Вот так встань, вот так, да, встаньте. Ну, не знаю, может быть, фокус, камера, там, это, может быть, технические какие-то такие, ну, ну, вот песни, не приходят, песни, я как статуя, как мумия стоял, вот так. А повернуть можно? Не-не-не, поворачивать нельзя. 1984 год. Казахстан. Вия Ариэль сдавал худсовету новую программу. Потом, значит, естественно, должны быть какие-то отзывы. И вот надо было Ариэль за что-то укусить, будем говорить так, в кавычках. Вот какую-то вот Крамову найти, Крамову у нас, вот, выступление. Хотя мы все прилизанные, все у нас, костюмчики были нормальные. Ну, как-то надо было. И вот нам прислали от этой строчки, мы до сих пор, мы смеемся, они там написали, значит, во-первых, кривлялись на сцене. А кривляться, когда мы привязаны все к микрофонам. Вторая строчка, вот, и все, сами будете смеяться. Ходили с гитарами на переезд. Это, мы долго расшифровали, что такое. Это как с автоматами, что ли, фашисты. Ну, то есть, что эти маразм авто много. Сегодня мы можем сказать, что плюсы в этом, конечно, были. Потому что, естественно, в худсоветах очень часто сидели люди знающие, люди с широким кругозором. И какие-то вещи они, конечно же, подсказывали, отсекали лишнее. Это сегодня, мы можем сказать, в тот момент времени ни один из нас, я не знаю ни одного артиста, который бы любил худсовет. Потому что, на самом деле, нам казалось, что они рубят нашу волю, они не дают нам свободно дышать. И вообще, я считаю, где-то примерно до 80-го года еще музыка была такая же, ну, прилизанная, не прилизанная, но она порядочная во всех смыслах. Пока не появилась программа «Утренняя почта» с ее почти что настоящими клипами, телевизионными экспериментами и новыми кумирами, которые гораздо свободнее вели себя перед камерами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сентябрь 1970 года. По всей Москве были расклеены объявления. Объявляется набор детей от имени Всесоюзного радио и телевидения. На прослушивании в одной из столичных школ отобрали 200 юных певцов. И уже через полгода большой детский хор Центрального телевидения и Всесоюзного радио дал первый отчетный концерт. Детский хор занимался тем, что... Значит, во-первых, он принимал участие во всех песнях года, которые проводило Центральное телевидение. Плюс Центральное телевидение записывало праздничные концерты музыкальные, в которых принимал хор. Большой детский хор был самым известным детским коллективом в стране. Плюс ко всему, все знали прекрасно, что он ездит в самые лучшие зарубежные гастроли. Что такое для советского мальчика попасть в зарубежные гастроли? Это мечта. И поэтому, естественно, все наши элиты, все наши руководства, все наши народные заслуженные артисты все пытались своих детей пристроить в этот коллектив. Безусловно. Зрители регулярно писали в музыкальную редакцию письма. Почему дети чуть ли не живут на телевидении? Почему днем не в школе? А еще, почему из года в год Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха и Муслим Магомаев проводят новогоднюю ночь в студии? А как же семьи? После прямых эфиров первых музыкальных программ зрители долго не понимали, что используется запись. Прежде всего, в концертной студии Останкина все пели под фонограмм. То есть жильем никто не пел. И прежде, чтобы нам надо было записать эту фонограмму, я сколько раз убеждал, давайте мы принесем свою аппаратуру, ну, сделаем так, что мы живьем. Нет у нас такой закон, ни в коем случае. Вот. То есть обрезали сразу нас. Ну, вот. Значит, будем петь только под фонограмму. Спасибо. Да, кстати, как справедливо заметила Алла Зорина из города Медвежьегорска. Утренняя почта, передача музыкальная. Трудно с этим не согласиться, и мы оперативно реагируем. Ценность фонограммы музыканты поняли, когда советская эстрада понемногу начала превращаться в шоу-бизнес. В 1974 году заработала «Утренняя почта». Начиналась, как самая простенькая программа. Чтение в эфире писем от телезрителей и музыкальные номера по заявкам. Но скоро ведущий Юрий Николаев обнаружил, что в этих рамках тоже есть простор для фантазии. Юрочка, вы читаете почту? Да? Вы письма читаете? Такое впечатление, Николай, что вы письма совершенно не читаете. Если сравнивать перестройку и далее советский период, то это была очень дифференцированная подача материала для разных групп слушателей. Учитывались они все. Та же самая «Утренняя почта», в ней иногда звучали крайне интересные, крайне левые и неожиданные совершенно для широкого слушателя новые продукты. Это фактически первые на советском телевидении клипы. Тогда они назывались музыкальные номера и снимались своими силами, телевизионной техникой, с применением только появившихся монтажных эффектов. Сейчас эти псевдоклипы кажутся устаревшими, но в 80-х они выглядели очень актуально, почти как на Западе. Я люблю Буги-Вуги. Я люблю Буги-Вуги. Я люблю Буги-Вуги. Можете себе представить, «Утренняя почта» даже взяла песню на английском языке, что это просто невозможно, но это произошло. И я помню, наши люди, ну, то есть, моя публика на стадионах, они не знали, что такое барбар, они не знали, что это парикмайкер. Они говорят, «Барбару давай!» Они называли ее Барбара. Ласково. Это была любимая их песня. С третьего места на второе, с пятого на седьмое. А вот прорыв. Одну неделю в чарте и уже на первом месте. Музыкальный хит-парад появился в газете «Московский комсомолец» еще в 1977 году. Его составляли по итогам писем читателей. А после перестройки уже зрители, а вовсе не худсоветы, влияли на выбор артистов для музыкальных передач. Конец 80-х годов. Уже перестроечные времени вовсю. 1986 год. Впервые после НЭПа советским гражданам разрешили заниматься частным предпринимательством. И сразу же у песен года, огоньков и музыкальных конкурсов появились первые спонсоры. Комбинат «Алые паруса», фирма «Турист», фабрика «Дзинтерс». Все они вручали участникам призы имени себя. А на сцене все больше новых лиц. Начесы, мини-юбки, огромные клипсы, натуральное варьете. Валерий Леонтьев с его блестками и лосинами больше не провокация, но стандартные. Страна трещала по швам, а на сцене не жизнь, малина. Музыкальная редакция того времени была уникальной редакцией. Мало того, что она была очень большой, пожалуй, не знаю, если не самая большая, то очень большая. Там больше 300 человек. После распада Советского Союза эстрада окончательно трансформировалась в шоу-бизнес. На музыкальном телевидении появились новые форматы западные клипы в свободном доступе. Главная редакция музыкальных программ прекратила свое существование, как и, казалось бы, непотопляемое гостелерадио. Но все, рожденные в СССР, до сих пор скучают по тем теплым и душевным передачам из прошлого, названия которых каждую неделю обводили красным карандашом. субтитры создавал DimaTorzok